После теракта в Крокус-Сити-Холле в России участились антимигрантские проверки и рейды. По данным правозащитной организации «Первый отдел», в Санкт-Петербурге началась масштабная операция «Антимигрант» по депортации граждан стран Центральной Азии. А в Москве усилились проверки людей с восточной внешностью, пишет издание «Медуза». Раньше, если как-то все это про толерантность говорили, как-то скрывали, может быть, на людях не говорили, а теперь это открыто говорят и делают. Потому что мы знаем, что те же националистические организации, все они были и потом резко исчезли. И потом в судах тоже было доказано, что их курировали органы Российской Федерации, и они моментально исчезли. Мигрантов проверяют по всей России. За последнюю неделю силовики значительно усилили контроль над иностранцами, рассказывает узбекистанец Шухрат. Говорит, что за один день его несколько раз останавливала на улице полиция. Вместе с ним были также задержаны мигранты из Узбекистана и Таджикистана. Нас задержали и привезли в отделение полиции. Там все проверяли. Взяли отпечатки пальцев. В течение 10 часов проверяли наши паспорта. Сделали фотографии. Мой телефон тоже изучали. Все номера в нем, с кем я разговаривал. В общем, все. Из статьи издания «Настоящее время». Ранее правозащитники сообщали, что только за первые дни после теракта в кругу Сити-Холе, после проверок силовиков, к ним обратились тысячи мигрантов. В Москве мигранты из Таджикистана стараются не выходить из дома, потому что опасаются депортации или массовой отправки на войну против Украины, сообщает The New York Times. Даже в мечети заходили, по пятничной молитве. Там заходят, забирают. В основном еще забирают российские паспорта. А теперь после этого, то, что произошло в Кроке Сити, получается, что приобрело массовый характер. Но в основном это не так сильно в регионах. Это в тех городах особого назначения. Но большие города. В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области. В результате массового оттока мигрантов в России может усугубиться кадровый голод. Согласно государственной статистике, почти миллион граждан Таджикистана в прошлом году были зарегистрированы в России как трудовые мигранты. Дефицит кадров в строительной отрасли в 2023 году вырос на 36% по сравнению с 2022 годом, сообщил президент Национального объединения строителей Антон Глушков. Строительный сектор входит в число отраслей с самым высоким кадровым дефицитом. В общем объёме требующихся специалистов лидируют бетонщики, арматурщики, монолитщики. Это 40% вакансий. Далее отделочники, штукатуры, маляры и плиточники. Это 20%. Сварщики, каменщики по 12%. Дорожные рабочие – 5%. И даже подсобная рабочая, которая низкоквалифицированная рабочая сила, в которой не было никогда сложности, сейчас представляется в дефиците. Антон Глушков, президент Национального объединения строителей из статьи The Moscow Times. Но несмотря на это, 10 российских регионов ввели ограничения на работу для мигрантов. Так, власти Новгородской области запретили иностранцам, имеющим патент, водить такси и автобусы, а также торговать алкоголем. Ранее запрет на работу мигрантов в отдельных отраслях ввели в Челябинской, Магаданской, Калининградской, Тульской, Новосибирской, Тюменской и Калужской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе, Югре и Якутии.